Всем привет! С вами новости о XBT.com и сегодня мы поговорим о том, что... В Санкт-Петербурге открылся первый в России государственный центр киберспорта. В нем есть 30 игровых мест, стримерская зона, зона активного отдыха, 4 тренировочных зала и 2 для командной игры. Компьютерная техника, как утверждают создатели, профессионального уровня. Современные мониторы, VR-гарнитуры, геймерская мебель, а стримерская зона оборудована студийными микрофонами. В будущем в центре планируют открыть киберспортивную школу для детей, а пока что проводятся уроки компьютерной грамотности для старшего поколения. Самое приятное в новости то, что это государственная организация, а значит занятия будут бесплатны. Тьма наступает, но это должно обрадовать фанатов Silent Hill. Ремейк второй части выйдет 8 октября. Konami и Blubertym переработали геймплей, музыкальное сопровождение и вид от третьего лица. Теперь камера будет за плечом главного героя. Дизайн тоже видоизменился, но не стоит переживать. За него все так же отвечает Масахиро Ито, геймдизайнер предыдущих частей. А еще в ремейке распрощались с загрузочными экранами. Пока ждем, можно посмотреть свежие трейлеры игры. Мы видели дисплей на оперативной памяти, видели дисплей на водоблоках для процессора, а теперь пришел черед вентиляторов. Патриот представила Шинжан Рубикс Кьюб. У него есть экран разрешением 28 на 8 пикселей. Анимацию можно настраивать с помощью программы, а также объединять несколько вентиляторов в один экран. У Шинжан Рубикс Кьюб нестандартные размеры. 124 на 120 на 28 миллиметров. Его максимальная скорость 2200 оборотов в минуту. Также компания показала кулер с радиатором для центрального процессора. Шинжан Кьюб 360. У его экрана разрешение 16 на 16 пикселей. Ну что ж, появилась еще одна вещь, на которой можно запустить Doom. Компания Sightful представила вторую версию ноутбука Spacetop G1. Вместо экрана у него очки дополненной реальности. Первая версия ноутбука была показана еще год назад, но вторая более мощная и доступная в цене. В ноутбуке стоит Qualcomm QCS 8550. Объем оперативной памяти 16 гигабайт. Встроенный 128 гигабайт. Время автономной работы 7 часов. В очках используются OLED-панели с частотой обновления 90 Гц, а разрешение 1080p. Угол обзора в очках 50 градусов. Spacetop G1 дает возможность использовать сразу несколько виртуальных мониторов. Выглядит очень удобной штукой для работы в путешествиях. Продажи начнутся в конце этого года. Стоить Spacetop G1 будет 1900 долларов. Борьба за экологию не только важная, но и модная вещь. Компания Tecno представила лимитированную серию смартфонов Camon 30. Задняя крышка устройства частично сделана из кофейной гущи. В одном смартфоне примерно 0,8 грамма кофе. Все остальное эко-кожа. В кофейном исполнении доступны 4 модели. Camon 30 Premier, Camon 30 Pro, Camon 35G и Camon 30. Их можно будет купить только за рубежом. А в России середины мая доступны эти же модели, но в обычном, не экологичном дизайне. Клавиатура из бетона. А почему бы и нет? Создали ее американские блогеры Evan и Catlin. Клавиатура весит почти 5 килограмм. Удобством и скоростью она ничем не отличается от пластиковой версии. Себестоимость этой штуки примерно 5 долларов. Это бетон, ПВХ-клей и плата. В продажу это дизайнерское решение не поступит. Но вы сами можете сделать эту клавиатуру дома. Если вам нравится бетон. А на этом все. С вами были новости XBT.com. Подписывайтесь, ставьте лайки, жмите на колокольчик. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok